Программа выходит при поддержке фитнес-клуба World Class. Рост платы за коммунальные услуги не допустит. Власти региона взяли под контроль ситуацию с повышением тарифов в сфере ЖПК. Бешенство бой. Власти района в срочном порядке предпринимают меры по отлову и содержанию безнадзорных собак. Профессиональный вокал и гиперсложная акробатика. В саратовских вузах стартовала традиционная студенческая весна. Добрый вечер. В прямом эфире программы событий Саратов в студии Татьяна Хованова. В Саратовской области необоснованно подражали коммунальные услуги. В ходе специальных проверок во многих районах выявили ряд фактов, которые повлияли на рост платы за потребление электроэнергии на общедомовые нужды. Проблема достигла массовых масштабов, что даже губернатор Валерий Радаев взял ее под личный контроль. По этому поводу состоялось специальное совещание, на котором присутствовали представители правоохранительных органов, управляющих компанией и главы администрации муниципальных районов. Я, например, нигде не находила внятных ответов, почему дорожает вода, почему дорожает тепло. Завышенные платежи из-за махинаций в системе ЖКХ. Сотрудники специального подразделения областного ГУВД выявляют десятки нарушений. Только за последние два месяца количество преступлений в этой сфере возросло в два раза. Всего в производстве находится 700 жалоб и заявлений граждан. Человек растет постоянно. Мы постараемся их все отработать. Суд пошел уже один из уголовных дел, повторяю, 12 на подходе. Один из самых проблемных районов – Балаковский. В одних домах здесь обнаружили незаконное подключение электроэнергии, счета за которую распределяли на всех жильцов. В других – неисправные приборы учета. Гидростанцию имеем, атомную, и в таких условиях живем, собственно, 30-километровая зона. И нисколько нам нет никаких льгот. Жители Балакова не понимают, но интуитивно осознают, что платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем потребляют. Население должно платить только за то, что оно потребило. Они компенсируют потери энергетиков и гасить долги за незаконное подключение магазина и стоянки. Здесь особую роль должны сыграть правоохранительные органы. Кто допустил незаконное подключение и кто подключился самовольно через общий домовой счетчик, должны понести соответствующее наказание. Тему необоснованного роста платы граждан за коммунальные услуги выносят на специальное совещание. Организовали видеоконференцию с участием глав администрации всех муниципальных районов. Отсутствие разъяснительной работы с жителями, фактически бездействия и урегулирования возникающих конфликтов между жителями и управляющими организациями, энергетиками, и это привело и может привести к дальнейшим к волнениям гражданам. Дело дошло уже до возврата жильцам незаконно начисленных платежей. Чтобы не допустить массовых акций протеста, губернатор потребовал индивидуально разобраться по каждому проблемному дому в каждом районе области. Вопросы есть, их незамедлительно необходимо снимать, не создавать из-за этого прогревательскую нервотропку для наших жителей. Я думаю, что у нас нет сегодня оснований для того, чтобы на 30 и более процентов, или до 30 процентов превышали платежи. Будут сдерживать в рамках закона цены на воду, свет и газ. Представители власти и полиции намерены сделать абсолютно прозрачной системой начисления платежей, которая пока одна из самых проблемных в сфере правонарушений, судя по количеству жалоб и обращений. Юлия Конькова, Георгий Спиридонов, ТВ-центр, Саратов. Если начисленная плата за коммунальные услуги вызывает у вас сомнения, вы можете обратиться в Государственную жилищную инспекцию по телефону 26 28 92 с 14 до 17 часов. Вас могут проконсультировать и рассказать, куда необходимо обращаться, чтобы проверить правильность расчета ваших платежей. Качество коммунальных услуг сегодня обсудили областные парламентарии и даже внесли необходимые поправки в бюджет региона. Несколько миллионов рублей они направили на решение проблемы с ветхим аварийным жильем. Подробнее Людмила Самарина. Проблемы качества и оплаты жилищно-коммунальных услуг обсуждают депутаты областной думы на восьмом очередном заседании. Еще до начала работы по повестке председатель Владимир Капкаев обращается к парламентариям с просьбой уделять этой сфере самое пристальное внимание. Напомню, что в декабре прошлого года областной думе было принято соответствующие постановления с рекомендациями по ограничению роста размеров платы граждан за жилье и коммунальные услуги в 2013 году. Как показала практика, не везде призывы областной думы отнеслись с должным пониманием. Вносят поправки в бюджет области. В регион поступают федеральные средства. Около 2 миллиардов рублей на переселение из ветхого и аварийного жилья. Чтобы участвовать в программе, требуется софинансирование от региона. Было принято решение за счет транспортной доступности, там у нас 146 миллионов, 180 миллионов дорожного фонда и 200 миллионов субвенций муниципальным образованием на оплату жилья. Вот эти средства. Деньги будут отправляться именно на те дома, которые на сегодняшний день у нас аварийные. В этом году мы хотим представить под эту программу порядка 100 тысяч квадратных метров жилья, приобрести для нужд как раз вот аварийщиков. Кроме того, депутаты выделяют деньги на ремонт и техническое оснащение сельских домов культуры. 190 миллионов рублей на всю область, согласно этому закону, выделено. По 5 миллионов рублей поступит в каждый из районов. Можно будет приобрести необходимое музыкальное оборудование, одежду, сцены. То есть все, что необходимо для творческой деятельности. Народные избранники сняли полномочия со своего коллеги Игоря Кононенко. Причиной стало его личное заявление. Людмила Самарина, Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов. Обсуждение перераспределения средств областного бюджета в пользу программы переселения с ветхого аварийного жилья вызвало дискуссию между депутатами. В частности, представитель Коммунистической партии Российской Федерации Сергей Афанасьев высказал мнение, что региону необходимо искать альтернативные источники доходов на подобные нужды и предложил свой вариант. Пускай отдадут обязательное страхование автотранспорта на территорию Саратовской области в бюджет Саратовской области. Обязательное страхование, которое с 2013 года планируется, имущество, жилье тоже раскинем. Пускай даже жилье можно вообще по местному самоправлению, по органам местного самоправления. Вот это будет действительно серьезная составляющая доходной части бюджета. Инициатива взять рост платы за коммунальные услуги под жесткий контроль, с которой выступил на заседании областной думы Владимир Капкаев, нашла отклик у представителя партии «Справедливая Россия» Зинаиды Самсоновой. Она заявила, что полностью поддерживает предложение уделять этому вопросу максимум внимания и даже готова предпринять конкретные действия. Нужно выходить к нам с инициативой, чтобы пока приостановили постановление номер 354, которое выпустило наше правительство. Нужно все-таки разобраться на числении этих тарифов, да, как они начисляются, потому что не у всех есть понимание правильности начисления этих тарифов. Какие еще подводные камни здесь возникают? Возникают подводные камни здесь, то, что сегодня управляющие компании, да, ТСЖ, значит, они могут уже спокойно относить все расходы ОДН на жильцу. В области участились случаи бешенства и даже нападения бездомных собак. До конца года руководство региона планирует решить проблему отлова и содержания безнадзорных животных во всех муниципальных районах губернии. Улучшить ситуацию практически удалось в Аткарске. Юлия Конькова побывала в районе и выяснила, какие меры там предприняли местные власти. Вот так она заряжается, выстреливается. Ветеринарное приспособление, которое используют для того, о чем не любят говорить вслух. Но этот способ ловли бездомных собак специалисты называют гуманным. Этим лекарством пользуются все бедврачи. Это лекарство ксила. Она спит, собака, 15 минут, потом ее привозят сюда. В вольер. Его оборудовали в Аткарске 4 года назад, когда остров стала проблемой слишком активного передвижения по местным улицам бродячих животных. Бывают такие заявления нам, что школьники идут в школу, дети маленькие, и им не дают прохода. И были случаи, кусали, кидались на детей, на людей. Таких собак, я считаю, надо отлавливать, содержать их в вольерах. В этом году о бездомных животных заговорили на региональном уровне. Губернатор поставил задачу цивилизованно разрешить проблему во всех районах области. В нашей области более тысячи укушенных человек с начала года. Это очень много. И самое главное, растет бешенство. В том числе переносчиками являются бездомные собаки. Поэтому эту проблему нужно решать. Аткарский вольер демонстрирует главам 13 муниципальных районов. Как образец для подражания, но с весьма деликатным подтекстом. Собак здесь содержат в комфортных условиях лишь три дня. Затем их осматривает ветеринар и принимает заключение об эвтаназии. Лучше пусть будет так, чем когда она ходит с голоду и умирает. Когда она идет, мы были возле базарчик, там есть маленький у нас, да, и идет собака, и за ней еще тащатся полуголодные, еще семь кутят. И она вся вот там одни кости. Две стороны одной медали. Одни за такой способ ликвидации безназорных собак, другие против. Собак, которые похожи на то, что они содержатся в домашних условиях, либо на них есть ошейники, мы стараемся провести работу с хозяином, чтобы он впредь больше не упускал ее и принимал все меры для того, чтобы она сама не сбегала. Щепетильно подходит к своей работе. И главное, дает возможность людям проявить сердечность. Каждая собака, пока находится в клетке, может обрести хозяина. В Аткарске за все время существования вольера отловленное животное забрали лишь один раз. Юлия Конькова, Илья Харитонов из Аткарска для ТВ-центр. Саратов. Зарплаты саратовцев с каждым годом растут, а количество бедных постепенно сокращается. Об этом на пресс-конференции заявил глава Саратовстата Сергей Наумов. Средний доход на душу населения в 2012 году составил почти 14 тысяч рублей, что на 6,5% больше, чем в предыдущем. Говоря о миграционных потоках, глава ведомства отметил, что покинувших область на тысячу стало меньше, чем приехавших. А мигранты в основном жители Казахстана и Таджикистана. Также на прошедшей конференции обсудили уровень инфляции в области и изменение стоимости на некоторые товары. По итогам 2012 года уровень инфляции по Саратовской области составил 6%. При этом продовольственные товары повысились примерно на 5,6%. Непродовольственные товары примерно на 5%. Оплатные услуги увеличились на примерно 7,7%. Во всех вузах города стартовала студенческая весна. В Институте законотворчества концерт прошел по особенной программе. На мероприятии присутствовали воспитанники реабилитационного центра возвращения, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. На концерте побывала Вероника Арапова. Некоторые из них скоро будут создавать нормативные акты. А пока в самом разгаре студенческой весны учащиеся Института законотворчества демонстрируют свои таланты. Институт законотворчества вообще уникальное такое учреждение, учебное, потому что в стране такого нет. Мы учим писать законы, но я должен заметить, что наряду с этим наши студенты не только учатся, но они вообще умеют отдыхать. Вот сейчас проходит студенческая весна, и Институт радует всех своих друзей такими прекрасными номерами художественного самодеятельства. У нас и поют, и танцуют. Этот концерт по праву можно назвать особенным. В зале не только строгая жюри и студенты, но и ребята из реабилитационного центра возвращения. В рамках проекта «Россия важен каждый ребенок» партии «Единая Россия» уделяют внимание всестороннему развитию детей. По мнению Марии Липчанской, куратора учреждения, такие встречи для воспитанников – способ окунуться в атмосферу студенческой жизни. Мы неоднократно приезжали к ребятам, оказывали им посильную материальную помощь, но ведь важно, чтобы эти ребята чувствовали себя вовлеченными в социум, в наши сложные условия жизни. Важно, чтобы каждый ребенок не только был обут, одет, но чтобы он был вовлечен, интегрирован в процесс общения, в процесс общения с интересными своими сверстниками. Программа концерта буквально пестрит яркими выступлениями. Здесь находят свое отражение и модные интернет-течения, и сложнейшие акробатические номера. Не скрывая эмоций, с восхищением наблюдают за происходящим. Почувствовать себя частью главного события в жизни каждого вуза – действительно уникальная возможность. «Подравилась танца, вокал русской народной песни, где пела девушка, очень-очень красиво. Подравились сами диалоги ведущих. Я в восторге». Получили заряд положительных эмоций. Счастливые воспоминания от этой встречи останутся не только в памяти, но и на фотоснимках. Вероника Арапова, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов. На этом выпуск завершен. Прямо сейчас смотрите программу «Прямая речь». Оставайтесь с нами. Программа выходит при поддержке фитнес-клуба «Ворлд Класс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова